МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Убрать нельзя, оставить. Правительство региона рассматривает документ планирования регулярных межмуниципальных перевозок. Ключевые моменты глава Чуваши отчитался о работе Кабинета министров в 2017 году на сессии Госсовета. Родное слово Чуваши отмечает 170 лет со дня рождения просветителя Ивана Яковлева и День родного языка. Правительство Чуваши в очередной раз рассмотрело документ планирования регулярных автотранспортных перевозок по межмуниципальным маршрутам. О перспективах транспортной реформы в нашем сюжете. Принятие документа планирования перевозок даст старт оптимизации межмуниципальной маршрутной сети общественного транспорта. Его обсуждают уже не первый раз. Горячие споры вызвало предложение об отмене ряда маршрутов Чебоксара-Ново-Чебоксарск. По поручению правительства Минтранс и столичные власти провели дополнительное обследование пассажиропотока. В результате решено оставить существующую схему движения общественного транспорта с небольшими изменениями. Будет отменено три маршрута, но они в принципе два из них были. На прошлый раз еще были заявлены к отмене, так как они не обслуживаются перевозчиками, но в реестре состоят. 263 маршрут у нас обратился перевозчик тоже в связи с маленьким пассажиропотоком из Садового. Он отказался от маршрута, мы его тоже в связи с этим исключаем. И будет отменен 266 маршрут в связи с тем, что он фактически дублирует 220 маршрут. Столичные власти настаивают на сокращении межмуниципальных маршруток из-за сильной загруженности городских улиц и планируют переход от автобусов в малой вместимости к большим транспортным средствам. Обращаю ваше внимание, что согласно утвержденному документу планирования, автобусы малого класса продолжат отнимать существенную долю пассажиропотока у муниципальных перевозчиков, поднимать вопросы безопасности перевозки пассажиров. И остается актуальной угрозой банкротства троллейбусного управления. Сходя из этого, администрация города вынуждена будет скорректировать ранее утвержденный план финансового оздоровления троллейбусного управления путем увеличения повышения тарифа на троллейбусные перевозки и увеличения субсидий из бюджета города. О переходе на транспортные средства большей вместимости говорят и в Минэкономразвитии, причем называя конкретные цифры. Премьер-министр Иван Моторин напомнил, что документ, который сейчас разрабатывается, будет действовать чуть больше полутора лет. В 2020-м придется принять новый план на пять лет вперед. И надо позаботиться о том, чтобы он не застал перевозчиков врасплох. Мы все равно индикативно должны эти вещи заложить, чтобы в дальнейшем, вы сами понимаете, город по своим маршрутам начнет уже эти вещи торговать в этом году. Соответственно, он уже свои изменения будет вести. По крайней мере, чтобы мы тогда подстроились в 2021 году, исходя из тех обязательств, которые вы выделили. Глава Чуваши отметил, рынок автотранспортных перевозок должен работать по нормальным правилам. Ориентироваться в первую очередь на интересы пассажиров. Мы должны создавать наиболее благоприятные средства тех перевозчиков, которые соблюдают меры безопасности, которые по платежам переходят на безналичный расчет. Транспорт является экологичным. Это использование экологического вида транспорта. Дазоанатомное топливо, компромированный вид топлива. Минтранс должен в течение недели даровать документ планирования автоперевозок по межмуниципальным маршрутом с учетом высказанных замечаний. Елена Гальперина, Борис Андреев, Республика. 24 апреля глава Чуваши отчитался на сессии госсовета о результатах работы Кабинета министров Республики за 2017 год. Социальная политика традиционно заняла приоритетное место в выступлении Михаила Игнатьева. В Республике увеличилась продолжительность жизни. 72,7 года это исторический максимум. Уже поставлена задача к концу 2020-го увеличить показатель до 80 лет. К тому же несколько лет в Чувашии один из самых низких показателей младенческой смертности, который соответствует лучшим мировым результатам. Увеличилась господдержка граждан льготных категорий. В прошлом году на социальную политику было направлено более 11 миллиардов рублей. Большое внимание, большое место уделено решению социальных вопросов, улучшению жизнедеятельности различных групп населения. И в первую очередь меня заинтересовало то, как решаются вопросы жизнедеятельности малозащищенных, слабозащищенных слоев населения. Таких как ветераны труда, инвалиды, воин, сироты, дети-сироты и люди, проживающие в аварийном жилье. Все было наглядно представлено, что сделано, как будет делаться. И, значит, надо сказать, что действительно в этом имеются серьезные успехи. Много делается в вопросах трудоустройства инвалидов. 72%, которые были названы, это очень высокая, вполне достойная цифра, которая, значит, дает хорошее место в целом по Российской Федерации. Льготами на жилищно-коммунальные услуги воспользовались более 330 тысяч человек на сумму полтора миллиарда рублей. При этом глава Чувашии подчеркнул, что субсидии по федеральной целевой программе жилища в регионе используются неэффективно. Мы имеем искаженные, заниженные статические данные о вводе квадратных метров жилья в муниципалитетах. Были времена, когда мы говорили, что там приписывают квадратные метры и все остальное, по адресам выезжали. Но сейчас у нас другая ситуация, другая проблема возникает. С бюджета деньги даем, а квадратные метры не получаем обратно. Поэтому, обращая, соответственно, и министр строительства, и глав администрации, списки вы составляете. Надо смотреть, комплексно оценивать. Данные программы воспользовались с 2015 года порядка полутора тысяч семей. Из них порядка 7% направили данный вид поддержки на строительство и недоих же домов. Но, к сожалению, порядка 40% из этого, из воспользовательства с поддержкой, не зарегистрировали данные, не зарегистрировали дома в собственность. Мы сейчас с муниципалитетами планируем проводить проверки. Понятно, что это был недостаточный контроль с нашей стороны, и в том числе со стороны муниципалитетов. И также планируем с ними провести эту работу и осуществить, скажем так, эффективное использование данных бюджетных средств. Правительство республики будет следить за тем, чтобы данные о вводе жилья в муниципалитетах не искажались, а построенное жилье вовремя регистрировалось. Развитие Арктики открывает новые перспективы для предприятий Чувашии. Вопросы двустороннего сотрудничества глава республики сегодня обсудил с представителями корпорации Атомфлот. Портовой флот проекта «Ямал-СПГ» будет оснащен ледоколами, которые работают на сжиженном газе. Они должны обеспечить проходимость грузовых судов в районе Карского моря. В качестве поставщиков электротехники для ледоколов нового типа могут выступить и предприятия республики. Сейчас представители Атомфлота изучают предложения заводов. Те предприятия, которые вы уже вчера посвящали, сегодня будете посвящать. Можете свои задачи поставить перед ними, чтобы в перспективе через разработки вашей идеи могли быть реализованы. Парадовая культура производства – это и оборудование, и отношение, и работа, и качество. На сегодняшний день, вы сами понимаете, Росатом, в первую очередь, интересует не только цена, но, в первую очередь, качество. Конечно. Потому что это влияет на ярмаркетную безопасность. А в соотношении цены и качества как раз здесь Чебосадские 5 могут и выиграть. Строительство ледоколов обеспечит заводы гарантированными заказами на многие годы вперед. Только на первом этапе Атомфлот обязался произвести 9 судов. Цена одного ледокола 50 миллиардов. Из них 30% электротехнического оборудования, как минимум. Объемы выполнимые. Предприятия готовы предложить и технику, способную заменить иностранные аналоги. Мы при Росатоме презентовали наше предприятие в Москве. Они к нам тоже сейчас приедут. Специалисты, менеджеры, которые будут показывать мастер-классы, как нужно правильно подавать себе, с одной стороны. А с другой стороны, насколько возможности Росатома для дальнейшего развития. Заключить контракты с предприятиями республики в Атомфлоте планируют в ближайшее время. Поставить ледокол нового типа на воду необходимо уже в следующем году. Дмитрий Ковалев и Борис Андреев. Республика. Сегодня праздник всех тех, кто считает чувашский язык родным. День национального языка отмечается в дату рождения известного просветителя и создателя новой чувашской азбуки Ивана Яковлева. Целый день в разных уголках столицы Чувашии проходили мероприятия, посвященные празднику. Возложили цветы и у памятника Яковлева. Красная гвоздика еще с 3 века до нашей эры считалась символом торжества и глубокого уважения. Ее дарят ветеранам войны, возлагают к памятникам великих людей. И именно ее принесли на флешмоб, посвященный 170-летию со дня рождения Ивана Яковлевича Яковлева. Почтить память выдающегося человека. Ровно 170 лет назад на свет появился великий сын народов по Волжи, можно сказать. Иван Яковлев не только был просветителем чувашского народа, он был просветителем всех народов по Волжи. Открывал школы, столько делал для того времени. Чтить родную землю, служить Отечеству и не забывать родного языка, завещал землякам Иван Яковлев. Разработав национальный алфавит, он по сути создал фундамент для развития целого народа. На чувашском языке говорят свыше миллиона людей по всему свету. И наша задача не только сохранить культурное наследие, но и приумножить его. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» сегодня подвела итоги республиканского фестиваля «Мы правнуки Яковлева». Ребята из самых разных уголков республики сочиняли стихи о просветителе чувашского народа, читали его произведения, ставили по ним спектакли. Сегодня лучшие из лучших получили заслуженные награды. Уже 170 лет передается из уст в уста завещание чувашскому народу, в котором Иван Яковлевич Яковлев призывает нас не чуждаться своего языка. В конкурсе мы, правнуки Яковлева, приняли участие более 400 ребят. И каждый ставит донести до зрителя мудрость и драгоценные слова патриарха. Я выбрал сказку «Сармандей», потому что она очень веселая, можно играть голосом на сцене и показать моноспектакль. Работ было больше чувашскоязычных. Молодцы, правда, знают чувашский язык, любят его, берегут, ставят такие шикарные постановки, снимают сюжеты на чувашском. Ну, так держать. Победители в номинации «Слово Яковлева» восьмиклассники Климовской средней школы и Бресенского района сняли настоящий фильм. С реквизитом и костюмами помогли сотрудники этнографического музея. Они и чаем отогрели после съемочного дня на морозе. Чувашский народ всегда жил трудно, и у него материальные трудности возникали настолько, что он не имел возможности даже что-то покупать на рынке. Самое ценное, что они для себя брали, это соль и, ну и, конечно, железо для орудий труда. И вот мы в сказке обыграли как раз этот момент, что глава семейства идет на рынок покупать соль и наказывает жене присматривать за ребенком, а сына, чтобы он матери помогал. Самые юные участники фестиваля представили на суд-жюри инсценировку по знакомым с детства рассказам и сказкам. Я играла в сказке Ивана Яковлева «Мышонок на прогулке», играла роль мамы-мышки. Я научила свою дочку, что не все золото, что блестит. В сказке было очень много слов, мы все долго репетировали. Национальная телерадиокомпания «Чувашия» благодарит партнеров фестиваля «Сбербанк», «Фабрику Кайсаров», «Компанию «Спектр»» и председателя Госсовета «Чувашии» Валерия Филимонова. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Праздник языка в столице Чувашии написали ежегодный всечувашский диктант. Образовательная акция прошла в шестой раз. Традиционно в канун праздников столицы и всех районах республики пишут всечувашский диктант. В Чебоксарах выводили текст под диктовку на трех площадках. Институт образования, новый корпус ЧГУ и пятый корпус ЧГПУ. Всечувашский диктант прошел и в школах республики. Стартовали участники в час дня. Те, кто не смог присутствовать, писали под диктовку ведущих местных радиостанций «Национальный» и «Таванрадио». 173 слова и 40 минут на все про все. На этот раз для всечувашского диктанта выбрали отрывок из произведения писателя Александра Артемьева. Отличительная черта текста – сложная пунктуация. Кстати, фрагмент из другой его повести уже диктовали в 2016 году. В итоге список отличников опубликуют на сайте Института гуманитарных наук. В республике стартовала патриотическая акция «Часовой у Знамени Победы». Ее проводят во всех регионах страны по инициативе общественной палаты. Главный символ победу передали в торжественной обстановке кадетам из Чебоксара, Новочебоксарской и Канаша. Подробности в следующем материале. Товарищи главы Чебоксарской республики, юно-ривисты Чебоксарской республики, о торжественном мероприятии, посвященном открытию общероссийской общедорогной акции «Часовой у Знамени Победы построены». На службу Отечеству мечтают заступить большинство из этих ребят. Военную науку они изучают с малых лет. Дисциплина у кадет на высоте. Здравствуйте, товарищи юно-ривисты! Здравствуйте! Часовыми у Знамени Победы могут стать только лучшие из лучших. Почетную вахту юно-армейцы республики несут вот уже четвертый год подряд. Среди опытных участников акции – научебоксарские кадеты и группа барабанчиц. У меня вызывает чувство гордости и чести присутствия на данном мероприятии. И когда мы выступаем, просто хочется передать искренние слова благодарности всем тем людям, которые участвовали в Великой Отечественной войне. А Дмитрию Васильеву выпала честь вынести Знамя Победы в составе почетного караула. Я считаю, что нужно проводить подобные мероприятия, так как нужно воспитывать детей в пакриотизм, рассказывать им о подвигах наших праздников и зидов. Это особый ритуал. Копии знамен кадетам передают те, кто ковал победу. Юрий Петров воевал на Западном и Белорусском фронтах, а в 45-м штурмовал Кенигсберг. Ветеран призвал ребят не покидать юно-армейские ряды. Стране необходимы достойные защитники. У нас уже есть могучая армия. И в этой армии современная техника, которой должны управлять знающие, мужественные и храбрые бойцы. Глава республики отметил, что подобные акции помогают сохранить память о великом подвиге ветеранов. Символом победы стал красный стяг, ведь именно его в мае 45-го водрузили над Рейхстагом. Кадеты в качестве часовых заступят в почетный караул у знамени. Я думаю, что для тех, кто участвует ежегодно, это, конечно, событие остается в вашей памяти. А так искренне звала благодарности тем офицерам, генералам, которые занимаются воспитанием нашей молодежи, участвуя на разных мероприятиях, которые проводятся в нашей республике, в федеральном Приворском округе, на уровне Российской Федерации, наши юноши и девушки возвращаются победителями. Это очень здорово. Время! Шага! Вышли! Копии знамен установят в фойе школ, чтобы каждый желающий смог прикоснуться к частичке победы. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Магия кино в мае в Чувашии пройдет 11-й Чебоксарский международный кинофестиваль. Какими лентами он удивит зрителя в этом году, смотрите далее. Все. Нет. Кто имеет право портреты уничтожать? А кто здесь, кроме нас двоих? Холодное лето 53-го откроет программу кинофестиваля. Александр Прошкин, режиссер этой ленты, возглавит жюри конкурса. В состав также войдут актриса Карина Андоленко, композитор Антон Васильев и кинокритик США Владимир Падунов. Выбирать победителей будут среди 10 кинолент. По поводу международной составляющей нашего фестиваля, хочется отметить, что в этом году в конкурсе принимают картины, снятые полностью за рубежом. Это монгольский фильм «Прохожий», «Бесконечный человек», снятый в Австралии. И фильм «Нагорная проповедь», снятый в Южной Корее. Вместе с основной программой на фестивале пройдет конкурс этнического и регионального кино. Башкортостан, Татарстан, Якутия, Бурятия и Чуваша. На суджюри 15 лет. Председатель – американский киновед Нэнси Конди. Поэтому мы очень подготовлены, очень серьезно относятся к своей работе. Мы надеемся, что это позволит и нашему российскому кино быть услышанным за рубежом, а также повысить уровень наших региональных фестивалей. Кинопоказы, мастер-классы, творческие встречи, пять дней кинофестиваля обещают быть насыщенными. Фестиваль откроется 21 мая в бывшем кинотеатре «Сейспель». Организаторы приготовили подарок. Гостем церемонии закрытия станет актер и певец Антон Макарский. Это все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До свидания.